всем привет продолжаем играть в игру фарминг симулятор сегодня у нас обзор очередной и новой карты карта называется полон там версия 2 ну 20 скорее всего то есть это польская карта конкретно название какого-то городишки название не было вот ну пусть пусть будет просто польская польская карта и вот смотрите мы мы начинаем с крыши дома с крыши дома даже не на балконе а просто на крыше дома спустимся вниз здесь у нас вот он наш дом кирпичный навесы для техники скорее всего это наша база давайте откроем карту и на карте мы видим следующее маленький кусочек скажем так с полями и вокруг просто все зеленое ну то есть мне такое предчувствие что карта просто ну не отображает реальное действие какие тут будут происходить реальные объекты ну да да ладно нам к этому уже не привыкать в принципе все мы это уже видели и это все мелочи давайте посмотрим что у нас есть из техники понятно техники у нас нету это немножечко печалит так до машины наличия нету есть в наличии два грозовика которые бы я хотел вам показать ценники 190 тысяч просто дикие 190 и 175 сейчас мы с вами нарисуем денежки нам у нас всего лишь 12 тысяч это катастрофически мало для покупки данной техники ну как бы без вариантов без вариантов что-то делать надо и мы сейчас это все с вами провернем так ну что ж нарисовали мы себе 12 миллионов евро и теперь мы в состоянии купить купите данные грозовики так давайте купим оба пускай будет цвет по умолчанию так и здесь тоже самое цвет по умолчанию теперь мы можем посмотреть что это за техника техника появляется вот так вот прям в поле это две скани и дескани и одна я так понимаю на европейских номерах одна я так понимаю для бездорожья другая скорее всего просто шоссейная шоссейная потому что смотрите судя по покрышкам здесь у нас что континенталь а здесь здесь какая-то без названия вроде бы ну или очень плохо видно какая-то какие-то покрышки более такие для нас скажем так более подходящие вот оба грузовика имеют по моему мотор 800 28 до лошадиных сил ну вот и в принципе принципе наверное только вот покрышками и отличаются ну еще конечно же цветом кузова так давайте посмотрим в салоне как в салоне очень даже приятно сзади имеется лежак ну если там допустим приспичит вам поспать то собственно можно и поспать зеркала отражают реальный ход событий ну вот только дальняя одна справа и наверху почему-то то черная то прозрачная то отражает то не отражает ну это если честно можно тоже закрыть на это глаза вот вот такой вот грузовичок полноприводный и собственно с грязевыми покрышками так а теперь перейдем на вот этот шоссейный у шоссейного что-то то крутится задние колеса то нет нет сейчас все нормально а то при старте у нас почему-то колеса задние не крутились в принципе все то же самое только как я говорю отличается покрышками внутри внутри все то же самое и не убавить не прибавить тоже зеркало вот это вот боковое дальние от нас почему-то черное вот ну что ж продолжим наверное мы все же на бездорожном варианте бездорожном варианте по управляемости вроде бы очень даже ничего а разгон берет быстро давайте заедем на нашу базу откуда собственно мы появились так нет мы не здесь это у нас курятник это у нас курятник появились мы вот здесь вот он наш домик вот заехали мы через я так понимаю коровник или что вот тут у нас навоз пастбище я так понимаю мы на территории пастбища что ли у нас появляются машины или просто это рядом здесь кормушки кормушка и откачка откачка навоза жидкого навоза это скорее у нас сейчас посмотрим что здесь написано нет это я сомневаюсь что это коровник почему потому что доильного аппарата я не вижу но если вот присмотреться да действительно странно это коровник это коровник но почему то доильный аппарат я здесь не вижу доильный аппарат не вижу и как там вручную что ли все это дело проворачивать ну да бог с ним пусть будет так так здесь у нас присутствует улей вот так же мы разводим пчелок вот и здесь а вот надо ближе подъехать еле еле открывается ворота на выезд здесь небольшой такой лук но не лук это поле ну прям не знаю здесь вот низина такая трудно назвать это полем скорее всего это какой-то просто большой огород здесь вот залысина и в сторонке вот здесь вот сразу большое такое озеро поля здесь катастрофически маленькие как я и говорил больше правильнее было бы назвать их не полями а огородами огородами вот и смотрите коровник мы с вами посмотрели давайте теперь вот сюда кое-как вывернем с этих огородов здесь у нас тюки какие-то присутствует судя по карте у нас вот здесь вот курятник но мы с вами проезжали вот там где у нас был так давайте я лучше наверное сяду в кабинку потому что ну невыносимо здесь вот так вот ехать судя по карте вот здесь вот у нас курятник ну какой здесь может быть курятник когда собственно такая вот басня так вот с этой стороны показывает что у нас здесь овце ферма вот тут вот вот на этом бугорку но опять же мы ее не наблюдаем давайте проедем вот сюда вот в сторонку и посмотрим что у нас здесь за хозяйство еще один коровник смотрите две фермы с коровами здесь ворота автоматически открываются тут у нас присутствуют семена напоминает мне эта карта тоже польская была у нас такая польская карта там мы по моему крас если память не изменяет оранжевый крас тестили и вот нечто нечто подобное тоже такая же урезанная но там среди по моему гор находилась вот это вот деревня здесь же как то особо деревне не пахнет даже дома только наш был ну вот и кругом кругом поля гор мы не видим может быть просто не доехали еще вот такая печальная карта давайте вот сюда свернем посмотрим что у нас здесь вообще какие то две три грядки и вода вот здесь ну это скорее всего под забор воды так увалиться туда можно под забор воды так дальше что здесь я даже не знаю куда здесь еще можно съездить в принципе тут можно посерединке ехать вот по этой дороге вот и в принципе все вот эти объекты видны здесь вот на карте катастрофически узковато на данной дороге то есть я так понимаю все таки здесь односторонние движения если допустим включить трафик здесь то будет вообще наверное жопа но здесь присутствуют грунтовые дороги на тот случай если вдруг вам надо разъехаться вот уже сколько мы с вами проехали объектов других мы не нашли кроме как коровник двух коровников скажем так странная карта не знаю почему вот так вот сделана она катастрофически маленькие поля ну и наверное заточена все таки она под более такую мелкую технику нежели мы с вами будем вот такие тягачи использовать здесь мусор какой-то лежит так ну я так понимаю все мы все проехали уже карта действительно маленькая то есть вот вот этот вот маленький аппендикс это реально действительно та карта какая есть в наличии то есть не больше не меньше я даже тут склады если честно не нашел по идее они должны быть ну-ка давайте попробуем вот здесь вот как бы не застрять попробуем еще разок проехать нет так мы не проедем мы здесь только застрянем давайте попробуем еще разок вот сюда нет стоп мешает проехать может быть здесь я где-то что-то пропустил какой-то может быть складской объект но я сомневаюсь это вот коронник а вот здесь хранилище для зерна ну все в принципе вот и все ну вот он курятник почему он на карте совсем другом месте указан вот видите ходит петух а вот это и есть грубо говоря курятник ну тот участок земли на котором собственно наши куры и ходят ну что ж ребята вот такая печальная карта вот такая печальная карта но зато смотрите какие прикольные грузовички скания прорисовка вообще классная детальная даже вот можно посмотреть и наверное увидеть свое отражение или что это так или это просто так кажется в фарах наверно просто отражает какой-то другой объект вот такой вот симпатичный грузовичок и на такой вот убогой карте на этом все не скачивайте такую игру не советую вообще только может быть какие-то мазохисты или там еще какие-то люди играют в такую карту не хотел я делать обзор данной карты ну просто хотелось показать насколько насколько печальны стали вот эти мододелы картоделы как хотите вы их называете ну уже достойных карт последнее время почему-то не выходит вот выходит периодически обновления на карты старых скажем так старых карт обновления но это все чтобы вышла какая-то супер пуперская хорошая какая-то карта давно мне что-то не попадалось вот на этом я обзор заканчиваю подписывайтесь на канал Тэйча на канал ютуба комментируйте ставьте лайки всем пока